С врожденным дефектом Ваня борется всю жизнь. Множество операций помогают приблизиться к полноценной жизни. На очереди пластика носа. Поддержать маленького земляка перед сложным хирургическим вмешательством приехал Артемий Панарин. Чтобы выбрать подходящий напутственный подарок, хоккеист обратился за советом к его маме. Ваня давно хотел ноутбук, чтобы учить песни и аккорды. Мальчик страстно увлечен музыкой, мечтает о яркой карьере певца, красивой жизни за границей и собственном студийном альбоме. Ваня исполняет шансоны, народные песни, радует публику на школьных и городских праздниках. Харизматичное выступление юный артист подготовил и для звездного гостя. Рад за него, что он вообще чувствует такие хорошие эмоции и радуется жизни. Это здорово, всегда приятно смотреть. Даже немножко завидуешь, какое рвение к жизни есть. В ЧОК-УБ Ваню сопровождает целая группа поддержки. О результате операции переживают учителя, одноклассники и волонтеры. Мальчику понадобится лечение и реабилитация. Добывать средства на необходимые процедуры помогает вся область, собирая крышечки здоровья. У нас будет целая, газель большая. У нас тоже все это мы складируем и планируем в ближайшее время на переработку в чистый город. Крышечки здоровья сдадим, а деньги пойдут на счет маме. Операцию должны были сделать в 15 лет, но врач посчитал, что рослый мальчик готов к изменениям уже сейчас. Сам Ваня с нетерпением ждет преображения. Новую внешность мальчику подарит именитый пластический хирург Александр Пухов. Идем с завтрашнего дня. Сегодня уже доктор Пухов звонил нам, спрашивал, как настрой, как чего. В общем, ну все хорошо. Настрой хороший, как обычно. Хорошо. Пообещал, что все будет хорошо. У Вани полностью отсутствует костная структура носа. Из-за этого ему сложно дышать и произносить некоторые звуки. Двухчасовая операция стала для мальчика настоящим подарком. Я думаю, что это первый этап операции. Думаю, мы будем восстанавливать ему форму носа, ставить туда трансплантат. И это как один из первых этапов для того, чтобы достичь хорошего результата. Операция будет проходить бесплатно. Посоветовались с главным врачом нашей больницы, Альтманом Дмитрием Александровичем. Мы решили провести эту операцию бесплатно. То есть за счет средств больницы. Исечем этот рубец, поставим сюда, создадим форму носа, создадим носовые проходы. Светлана Веретянкина связалась с нашей съемочной группой и рассказала, что операция прошла успешно. Впереди у мальчика адаптация к импланту, физиотерапия и реабилитация. Наталья Шмахаметова, Владислав Шашмаренков, Владимир Котегов, Урал-1.